Это вечерний хэштег и мы продолжаем. Основные вопросы, связанные с перебоями электричества в СНТ, мы уже обсудили. В заключительной части поговорим о газоснабжении дачных обществ. К нам в студии присоединился еще один гость, Эдуард Ярославов, главный инженер компании «Газпром» газораспределения «Север». Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы уже говорили, в принципе, о догазификации, так называемой. Вячеслав Вахарин у нас был здесь в студии, как раз когда стартовали. Всех призывал, господа, если у вас есть в вашем поселении уже доведенные сети, давайте активно пользуйтесь, подавайте заявки. Но, так понимаем, что проблем, вот это вот предложение о догазификации и этими заявками, и вот этими преимуществами могут воспользоваться в СНТ, но не во всех и не все. Какие здесь есть нюансы именно для дачников? Здесь следует отметить о том, что для дачников, как и для любых других потребителей, основным критерием – это нахождение самого СНТ на территории газифицированного населенного пункта. В этом случае до границ земельного участка СНТ мы по программе... Именно самого СНТ. СНТ воспринимается как земельный участок. Если это деревня, например, как населенный пункт, не СНТ, то там подводится уже до границ именно участка собственника. Совершенно верно. Там уже рассматривается индивидуальный земельный участок самого собственника, принадлежащего на праве собственности, также для использующих газ для личных целей, это не предпринимательство, мы понимаем, да, земельный участок, и дома они также оформлены на праве собственности, принадлежат. Ну и, соответственно, независимо от того, необходимость есть ли строительство газопрода до границы земельного участка, в этом случае человек получает газ на границе бесплатно. А у нас вообще известно, нет, сколько СНТ могут воспользоваться данной программой, сколько вообще их существует, сколько есть заявок, какое-то расположение... Они в черте города должны быть, не в черте, или как вот... Они должны находиться в черте населенного пункта, который газифицирован. В этом случае он попадает. Но статистики такой нет, сколько в принципе? Нет, статистика она есть, мы проводим компанию заявочную в том числе и работаем совместно... До сих пор вы ее ведете? Мы ее ведем, потому что заявки поступают постоянно, вот хочется отметить о том, что на данный момент у нас заявок в общем на догосификацию поступило порядка 9,5 тысяч, которые у нас сейчас находятся в работе. Планировали 30, да, около 30? По потенциалу газификации вообще в целом по Тимбейской области порядка 32 тысяч домовладений возможно газифицировать вот именно по той программе. Сейчас на данный момент, согласно планам графиков, которые у нас утверждены и согласованы, 24,5 тысячи. Ну вот, Татьяна Юрьевна, как-то вы не попали в этот график, да, но подавались на догосификацию. В чем причина? Да, мы подали заявку, сделали расчет, подали заявку, в октябре у нас все приняли, у меня есть входящий номер моей заявки, но, как сказать, мы в границах города Тюмени, мы населенный пункт, который газифицирован, но рядом с нами нигде не проходит. Она проходит, газ проходит, но он проходит с другой стороны Вильжанского тракта немножко. Он в Ленинском районе, мы центральный район. То есть и... То есть вашу судьбу решил Вильжанский тракт. Мощность вот этой трубы, которая идет, ее недостаточно. Я так понимаю, для нас нужно строить газопровод, чтобы нас подключить. Но это совсем другие уже деньги, совсем другие затраты. Ну, давайте начнем с того, что в рамках обращения наших садоводов к губернатору Тюменской области, когда была прямая линия, обратился к губернатору садовод и говорит, газифицируйте нас. Президент сказал, что будет дегазификация, в том числе садоводческих участков, но где это есть возможность. И Газпром, да, то есть разработал, я так понимаю, что есть методика, да, там определенных позиций. Вот если можно, хотелось бы услышать, да, там определенные 2-3 позиции, по которым как садоводы могут заявиться, да, их естественно будут рассматривать, есть ли возможность, нету возможности. Но опять же заявительный характер должны сделать садоводческие товарищества. Как я правильно понимаю и рассказываю садоводам, садоводы могут заявиться, но, к сожалению, они получат отказ, потому что это должен сделать уполномоченное лицо. Но я думаю, что правильно ли я понимаю, как председатель союза садоводов, хотел бы услышать вот это. Правильно. Ну, смотрите, в соответствии с постановлением 1547, которое было принято 17 октября 2021 года, заявиться на догасификацию СНТ может как уполномоченное лицо председатель, который действует на основании устава, так может уполномоченное лицо, которое определено собранием СНТ, и ему делегированы полномочия для представления интересов. Таким же образом может подать заявление несколько собственников, допустим, те, которые попадают под критерии индивидуальных жилых домов для газификации. И с ними тоже мы можем заключить договор коллективный. То есть все, допустим, собственники, которые находятся в этом СНТ, они будут включены в договор на технологическое присоединение. Но опять-таки при условии строительства газопрода только до границы земельного участка СНТ самого. Все, что внутри СНТ, оно уже будет за счет собственников, да, всей распределительной сети и соответственно. Да, но я это понимал, еще когда... Там простая достаточно схема была, которая была понятна, просто нужно было зайти на сайт и разобраться. Да, но самое главное, чтобы садоводы, когда они вместе собираются, они определились, либо это будет собственник один трубы, либо они будут собственники всех. Это уже и их проблема, это их решение. Многие садоводы, сегодня у нас с вами садоводческие общества есть, да, 57 садоводческих обществ у нас сегодня газифицированы в городе Тюмени. У нас не все деревни, да, например, даже в городе есть дома, которые сегодня топят углем. Вот Андрей Вячеславович, как депутат, наверное, не даст мне соврать о том, что есть такие садоводческие, есть такие ИЖС, которые к ним даже не подведены в городе Тюмени, а, значит, сегодня газораспределительные сети. Вот нам сообщает редактор, что телефонный звонок есть, возможно, тоже по поводу этих проблем и вопросов. Здравствуйте, как вас зовут и какая у вас проблема? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Иреф, добрый день, добрый вечер уже. Добрый вечер, да, рассказывайте о своей проблеме. Следующее, я владею земельным участком деревни Якуши, как бы у нас деревня газифицирована, газ подведен, но проблема следующая. Я подал, как бы, обращение на имя губернатора, получил ответ, чтобы мне подключиться бесплатно, чтобы, по-моему, участка довели газ. Необходимо подать заявку через сайт газовой компании, ну, газоснабжающей компании. Ну, и, соответственно, я, как законопослушный, залез, зашел на этот сайт, и проблема следующая. Для того, чтобы подать заявку, необходимо, чтобы было, когда строил номер участка, и не обязательно, когда строил номер какого-то строения на участке. То есть без строения на участке заявку через сайт не подать. А не подав заявку через сайт, невозможно, как бы, ну, попасть в очередь, да, на подключение. И вот, мне вопрос в следующем, как бы, как эту проблему вообще можно разрешить-то? То есть у нас есть поручение президента о том, что должна быть газификация завершена до конца 22-го года. А у вас здания нет, я не могу понять. Мы имеем возможность... Не зарегистрировано строение. А у вас нет зарегистрировано строения? Ну, смотрите, программа называется «Социальная газификация». Здесь мы говорим как раз о тех людях, которые живут, которым нужно жить, дом отапливать. Я, простите, что за вас отвечаю. То есть зарегистрировано строение нужно? Совершенно верно. Вы же можете говорить об этом, о том, что, есть определенные критерии, по которым человек может попасть по программу социальной газификации или догазификации, так называемой. Поэтому если у человека зарегистрировано нет земельного участка или нет объекта капитального строительства, то здесь подать документы, которые отвечают полному... Да, есть определенные правила, когда вы берете ипотеку под 4%, это не значит, что каждому дадут, у вас должна там семья быть или сельская, допустим, ипотека. Просто так не дадут. Есть еще один нюанс. Эти документы можно подать, но при условии того, что в какое-то определенное время до окончания срока газификации человек оформит документы. То есть у нас есть, так сказать, еще один перечень объектов, по которым также можно подать заявку. Но если нет оформленного дома, то в течение какого-то определенного времени человек его оформит в любом случае. Ну вот, знаете, в завершении у нас очень мало времени осталось. Еще один вопрос к вам. Вот какой объем работ уже проведен по плановой газификации? И успеем ли до 2030 года 100% провести газификацию области? Вы футуролог, да, я футуролог. Не, ну у вас же есть план, вы должны либо следуете ему, либо не следуете. У нас есть план, у нас есть программа газификации, которая действует уже на протяжении многих лет, по которой в 2021 году нами построено порядка 47 объектов, которые введены в эксплуатацию. На следующий год еще порядка 67 объектов будут газифицированы, это населенные пункты в том числе. По догазификации, ну так как объекты догазификации начали работать уже практически в конце года, мы успели по программе газифицировать порядка 170 объектов. То есть идете пока в нужном ритме? Идем согласно утвержденных и голосованных праздникам. И вспомнился, простите. На следующий год, конечно, этот объем, вот тот, про который я говорил, если 19 тысяч заявок поступит, то мы все 19 тысяч будем. Спасибо большое, к сожалению, у нас уже совсем не осталось времени. Давайте еще один раз повод для того, чтобы встретиться в студии. Спасибо всем за то, что пришли к нам, пообщались. Это была программа «Вечерний хэштег», в студии для вас работали Дмитрий Чешков, Дарья Власова. И до встречи в эфире.